Уголовное дело в отношении Алексея Навального, которое дошло до суда. Два предыдущих касались финансовых махинаций и легализации похищенных денег. Новое дело касается оскорблений и клеветы в адрес ветерана Великой Отечественной войны. И вновь среди первых слушателей дипломаты, но этот раз секретарь французского посольства Юан Юрес и его коллега из Великобритании Белл Эндрю Ричард. Почему это дело столь важно для вас? Без комментариев. Подсудимый Алексей Навальный в зале присутствовал лично. Его доставили из СИЗО «Матросская тишина». Потерпевший, 94-летний Игнат Артёменко, недавно перенёс операцию. В суд явиться не смог. Участвовал по видеосвязи. Он один из тех, кто летом 2020 года снимался в ролике в поддержку принятия поправок в Конституцию. После публикации ролика Алексей Навальный на своей странице в соцсетях назвал его участников халуями и предателями. О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных халуёв выглядит слабовато. Посмотрите на них. Это позор страны. Люди без совести. Предатели. Игнат Артёменко после того, как узнал об этих словах, слёг. Следственный комитет возбудил уголовное дело за клевету. Сегодня защищать честь ветерана пришли несколько свидетелей. Пока они выступали, Навальный постоянно повышал голос и не верил, что эти люди высказывают свою личную позицию. Для меня это лично неприемлемо. Так мой дед воевал на Втором Белорусском фронте. И тема Великой Отечественной войны для меня это тема священная. Когда выступал внук ветерана Артёменко, Навальный назвал его ничтожеством. Подсудимому не понравились ответы свидетеля. Он оскорбил. Можно было извиниться, на этом бы закончилось. Человек, наоборот, нападает агрессивно. У него какие-то есть свои политические дела. Он всё приплетает в эту стезя, чтобы все его считали жертвой. Сам Алексей Навальный заявил, что не виновен. Он всё время перебивал судью, нарушал порядок, кричал. Его чуть не удалили из зала. Вновь назвал ролик о поправках Халуйским. А показания ветеранов, которых он рассказывал, как воевал, высмеял. Вы будете, блин, гореть в воду за то, что вы взяли деда 95-летнего, нацепили на него эти медали и используете здесь для того, чтобы делать этот воздействительный грузный процесс. Я не знаю ничего от Артёменко, кроме того, что они торгуют, как будто на куклу нацепили, по нему идти. Вот и всё. На заседании суда Навальный посмел сравнить ветерана с куклой. Это вообще ниже человеческого достоинства. И это же ведь не разовая история. Это осознанная, последовательная политика Навального и его сторонников по углумлению над нашей исторической памятью и над победой в Великой Отечественной войне. Вы знаете, поведение Навального вызывает вопросы, но, наверное, больше у психиатров, поскольку нормальные люди себя так вести не будут. Нормальный человек в этом случае перед ветераном должен был встать на колени и извиниться. Однако он продолжает его оскорблять. То есть полностью не признаёт совершённое им оскорбление памяти русского народа в Великой Отечественной войне. Когда слово дали ветерану, Игнат Артёменко потребовал от Навального извинений не только для себя, но и для выдающегося актёра Василия Ланового. Лановой также участвовал в записи того ролика о поправках. На прошлой неделе легенда советского кино ушла из жизни. Я хочу, чтобы Навальный публично придёт измерение перед одной и перед памятью актёра Ланового. И эти слова вполне можно обратить не только к самому Навальному, но и его соратникам. После смерти Ланового в соцсетях развернулась настоящая кампания против выдающегося актёра. Умер артист Лановой. Сделай он это 20 лет назад, мог бы умереть артистом и порядочным человеком. Требую всех этих закоренелых луёв-уголовников привлечь по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. И это похоже на продуманную стратегию. Неуважение к памяти тех, кто победил нацизм и прославлял подвиг народа. Им на стороннике Навального в прошлом году на сайте, посвящённом акции «Бессмертный полк», разместили фотографии нацистских деятелей Германии. Дело возбудили против пяти человек. Все они так или иначе оказались сторонниками блогера. Исказил память о войне и глава штаба Навального в Волгограде Алексей Волков. Он разместил в соцсетях фотографию родины матери, испачканную зелёнкой. Но самые скандальные публикации делал сам Алексей Навальный. Сначала он высмеял возбуждение Следственным комитетом уголовного дела по факту убийства эсэсовцами в период войны более 30 тысяч жителей Ростовской области. Невинных людей, среди которых было много детей, фашисты уничтожали с особой жестокостью. А затем Навальный назвал празднование Великой Победы бредом. Каждая глупость имеет цену. Несусветная глупость имеет большую цену. Вот, например, скоро в Москве пройдёт парад. То, что господин Навальный систематически нападает на наши ценности, уже ни для кого не секрет. И вот, к сожалению, история, которая касается оскорбления ветерана Великой Отечественной войны, Игната Сергеевича, это не единственный пример. Нам известно высказывание Навального о параде Победы, и вообще о праздновании Дня Победы. Сам Игнат Артёменко во время суда почувствовал себя плохо. Ветерану вызвали скорую, суд сделал перерыв. А позже продолжились допросы свидетелей, которые заявили, что ветеран прошёл всю войну, был партизаном, и никто не вправе называть его холуём и предателем. Продолжение следует... Продолжение следует...